Получать знания, не выезжая из тундры. Нинецкий округ планирует обучать детей оленеводов в кочевых школах. В регионе предполагается создать сеть детских садов и школ, которые работали бы в оленеводческих стойбищах. О перспективе этнокультурного образования расскажет Валентина Чибичек. Связь с родителями, сохранение обычаев и традиционного образа жизни. Такие доводы приводит Департамент региональной политики округа, который будет разрабатывать модели кочевых школ. В специальных учебных заведениях планируется обучать детей оленеводов. Концепция кочевых школ строится на том, что маленькие жители тундры, которые достигли школьного возраста, продолжают воспитываться в семье и имеют возможность получать новые знания, осваивать образовательные программы. При этом с малых лет ребенку прививается любовь к родной территории и к традиционным видам хозяйствования. Думаю, в дальнейшем такая практика позволит решить и вопрос кадрового дефицита в приоритетной для НАУ отрасли оленеводстве. У нововведения немало положительных эффектов. По подсчетам специалистов, организация кочевых школ более экономична в сравнении с бюджетными расходами, связанными с вывозом и содержанием детей в школах-интернатах. Пилотный проект планируется реализовать в Ненецкой общине Канин. На сегодняшний день там проживает 38 детей дошкольного возраста. Мы связались с Канинским сельсоветом, чтобы узнать мнение местных жителей. По словам главы администрации Галины Варницной, подобное образование будет полезным для дошколят и младших школьников. А вот учащимся средних и старших классов кочевая школа не может стать альтернативой сельскому или городскому учреждению. В такой школе у учителей ограничены возможности. Даже информатику невозможно преподать по книгам. У нас нет интернета в Тундре, у нас нет там мобильной связи. Все равно дети должны обучаться в той среде, в которой они потом в дальнейшем будут учиться. По мнению Галины Варницной, учащиеся кочевых школ будут неконкурентоспособными. Поселковые и городские учреждения дают детям всестороннее образование. Есть занятия по музыке, танцам, спортивной секции, декоративно-прикладное творчество. Не менее важна и социализация в среде сверстников. Вроде бы они там учатся-учатся. Мы как бы хотим, чтобы они с родителями дольше жили, вроде бы, и с лучших побуждений это делаем. А может оказаться так, что вот он приехал в 5-6 класс, а он не тянет совсем. И мы его вынуждены будем в начальную школу возвращать. Подобный опыт организации учебного процесса детей-кочевников существует на Ямале. В соседнем регионе кочевым дошкольным образованием охвачено более сотни детей. Там с 2012 года активно развивают образование в тундре. В прошлом году в местах кочевий предоставляли образование 14 организаций. 9 детских садов, 1 школа-сад, 3 школы. Для таких учреждений даже готовят специальных кочевых педагогов. Полноценная реализация проекта началась только после того, как мы внесли необходимые изменения в оригинальную законодательную базу. У нас кочевая форма обучения закреплена в нашем законе об образовании. Разработаны вариативные формы организации образовательного процесса. Мы закрепили повышающий коэффициент за разъездной характер работы педагогическим работникам. Методическим сопровождением проекта у нас занимается оригинальный институт развития образования. Региональные власти Ямала отмечают увеличение охвата дошкольным образованием и повышение занятости населения. Кочевая школа позволяет найти индивидуальный подход в воспитании ребенка. Малыши на протяжении обучения не отрываются от семьи. А это значит, дети не теряют навыков общения на родном языке и сохраняют традиционные знания. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север.